Мыши всячески стараются попасть в избушку и с удовольствием прячутся из Мыши сидят в обуви, в коробках и даже в кастрюлях. А ночью устраивают бега прямо по спящим людям. Было того, что просыпаешься, что по лицу просто бежит мышь или сидит на тебе на лице и просто смотрит на тебя. Ну или бывает, что прям сидит и грызет в спальник, либо прям внутрь, вовнутрь прям в спальник залазит. Ну так, погреться, тепло. Сотрудники заповедника говорят, мыши очень мешают проведению научной работы. Эти любопытные животные прямо распоясались и считают своим долгом проверить содержимое карманов и рюкзаков, съедая при этом очень важные образцы корней и растений, которые отбирают в тайге для исследования. Причиной такой высокой численности мы не ведем, конечно же, систематического мониторинга, но вот раз заметили такую вспышку, назовем ее так, можно назвать то, что все-таки теплая весна была, это довольно-таки ранняя и теплая весна, хорошая кормовая база и как раз эти факторы позволяют животным развиваться в таком количестве. На территории Саяно-Шушенского заповедника обитает 10 видов мышевидных грызунов. Часто встречаются восточно-азиатская мышь, красно-серая и красная полевки. Сейчас они активны не только в тайге, но и в степи. Единственное, говорят, успокаивает то, что терпеть их осталось недолго. По прогнозу на территории Саяно-Шушенского заповедника через неделю ожидают снегопад. И мыши должны уйти на зимовку в свои норы. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости.